добрый день дорогие дамы и господа всем привет от дита из канады и сегодня я вас приглашаю прогуляться со мной по торонто попасть в сказочную рождественскую или новогоднюю атмосферу и хочу показать самые красивые украшенные гражданство уголки города торонто видео я снимала пару недель назад еще тогда когда не было полного локдауна на торонто поэтому видите много людей вы видите открытые с подругой с подружкой кривляемся поэтому вы видите открытые рестораны поэтому видите открытые магазины сейчас все совсем не так и это был последний выкинд перед локдауном он начался в понедельник а это была суббота под перед локдауном и люди как бы вышли все в город выше все по самым красивым местам в надежде насладиться скажем так последними днями открытых магазинов и ресторанов и это место называется дистиллерий дистрикт находится в старом торонто в центре в даунтауне торонто почему я называю старый торонто я не знаю почему я так сказала но на самом деле это может быть действительно один из старейших районов торонто находится недалеко от озера онтарио и в общем когда-то это были заброшенные старые заводы старые складские помещения а потом их всех отриста все отреставрировали открыли внутри магазины красивые галереи магазины книг в общем рестораны там очень очень красиво там прекрасно можно провести время и зимой и летом а зимой это место превращается перед новым годом это место превращается в рождественскую ярмарку которая в этом году отменена на самом деле но тем не менее было украшено все к рождеству как вы видите стоит шикарная елка в центре и пускают людей зайти или люди могут погулять там очень красивые особенно это вечером когда горят лампочки это магазин кстати виноводочных изделий скорее водочных чем вина по-моему там дело только водку местную нашу канадскую и прям дело там же на месте вот я сейчас вам покажу если вы видите там такие дальше я пройдем я сниму и там будут такие приборы и механизмы в общем самогонный аппарат большой такой гигантский для производства местной водки это водка который производит торондо продают ее тут же в этом магазине тут же там же есть бар там же ресторан где можно попробовать стоит эта бутылка по-моему около 45 долларов там я дальше сниму будет цена они рекламируют это как прекрасный подарок на рождество в общем почему не да я в общем даже согласна с этим кто что любит что называется вот видите цена написано и несколько видов водок они выпускают да значит есть вот видите там есть бар на улице стоят столики так вот это место считается одним из самых много посещаемых мест торонто если вы видите то все все помещения сделаны в таком старом стиле кирпичная кладка это в общем начало начало двадцатого конец девятнадцатого века постройки дома их просто очень хорошо отреставрировали но оставили в том же самом том же стиле в котором они были построены вот это очень интересно смешная витрина вернее смешно это витрина магазина игрушек елочных вообще всяких и всяких новогодних и рождественских прибамбасов и вы видите игрушки сделаны повторяют известные персонажи там они она винтур фредди mercury фрида кала по моему он в общем много всяких известных людей из них из их образов как бы сделаны елочные игрушки по моему это прикольно и забавно красивый магазин с красивыми очень игрушками не только вот в виде этих фигурок а также просто вот есть обычные шары такие как мы привыкли вешать на елку в общем очень красивое место есть на что посмотреть это вход ресторан посмотрите как интересно он сделан он весь как бы сделан из зеленых веток перемешанных с лампочками перекрученных целый зон такой коридор для того чтобы войти в ресторан нужно пройти через него очень красиво необычно и в общем ну в общем все это мигает тут вот эти солдатики и щелкунчики крисмосные в общем лампочки все горит много людей все гуляют даже кажется что нет никакого карантина на самом деле он просто наступил через два дня поэтому все гуляли и веселились а это собственно говоря ресторан который находится на улице и зимой вот видите вот эти большие лампы они не просто светят они еще обогревают это такие своеобразные обогреватели которые позволяют людям на улице находиться зимой а вот это свадьба видите невеста в маске все гости в масках в общем да печальная наша действительность я думаю что мы надолго это запомним вот эти вот молодожены тоже надолго запомнят свою свадьбу как как они женились в маске бедная в этот день было очень холодно я смотрю на нее она совершенно раздета в какой-то там накидки но в общем надеюсь что все обошлось не заболела она зашла в маленький магазинчик ювелирных изделий ужасно дорогих они значит продают авторские украшения в одном экземпляре в единственном я поснимала там недолго потому что мне тут же было сказано прекратить снимать потому что это авторские изделия они боялись что я украду их идеи да ну в общем конечно я прекратила снимать хотя очень жалко потому что там было действительно очень много красивых вещей это было самое начало самые так сказать первые первые витрины я прям уже предвкушала как я сейчас наснимаю вам покажу и в общем будет замечательно и прекрасно но нет нет не удалось мне это такая инстаграмная стена возле которой все фотографируются тоже сделано виде красные ягоды с лампочками но искусственные конечно вообще эти красные ягоды это символ крисмуса символ рождества и вот они такую стену поставили все пытаются возле нее сфоткаться потому что ну как бы это красивая красивый фон и люди как бы знаете еще такие интересные места для того чтобы сделать запилить красивую фоточку вот я поближе сняла чтобы вы поняли из чего это сделано просто такая сетка решетка на нее намотаны эти красные ягоды и лампочки в общем все вместе получается очень красиво я тоже естественно не удержалась и наснялась на фоне этой стенки в общем чтобы быть не хуже продавали там горячий шоколад вот apple cider это яблочный сидр не алкогольный у нас в канаде не алкогольные напитки вернее алкогольные напитки разрешены продавать только в специальных местах вот так на улице вам просто никто не продаст алкогольный напиток а это уже там стоит такая инсталляция металлическая написано слово love буквы и можно купить за 10 долларов вот такой вот замочек написать свое имя и повесить к этому как к этой инсталляции значит ну как бы чтобы за зафиксировать свою любовь с кем-либо вот я говорил про галереи и много слова про галереи очень много там галерей с очень красивыми картинами даже некоторые известные художники там выставляются и ну в общем это довольно престижное место для того чтобы выставить свою картину потому что много туристов было раньше в этом месте много людей которые праздно шатающихся любят что-то купить и не в общем потратить деньги это такое место для того и сделано сели мы в машину после этого и поехали в другое место следующий наш пункт назначения это натан филлипс square находится она в тоже в самом центре в даунтауне торонто вот это кстати вот это здание это старая мэрия торонто и как раз вот на этой площади находится мэрия торонто старое и новая вот это вот пола стар Žздание это старая мэрия торонто сейчас мы подъедем поближе и вот эти вот большие вот эти билдинги большие здания полукруглой такой формы это новая новая мэрия город торонто возле нее всегда устанавливают елку и возле неё есть большой каток и есть вот этот вот знак торонто написан торонто светящимися буквами разноцветными он все меняет цвет, видите, и кленовый лист канадский, там вот на его фоне как эта девочка фотографировалась, я думаю, что красивая фотография, видите, он меняет цвет, то они синие, то они красные, а вот эту сценку я засняла интересную, видимо, ребята-тиктокеры тренировались, сделали съемку тоже вот на фоне вот этих вот, вот этого кленового листа, красиво танцуют, очень по-канадски вот на фоне именно кленового листа сделать запись, чтобы было видно, что это канадские тиктокеры, а не какие-либо другие. Дальше мы пошли пешком и дошли до магазина, центрального магазина в Торонто Хатсенбэй, где каждый год на Крисмос устанавливают инсталляции в витринах, разные всякие, каждый год разные, хотя последние пару лет, по-моему, одно и то же, и как-то они стали победнее, когда-то это был просто праздник, праздник рождественских, рождественских украшений, было очень разное, всякое разнообразное, в этом году как-то бедновато, в прошлом году тоже было не очень, по-моему, мне кажется, то же самое было, если честно, я не помню, мы не каждый год ходим, когда-то дети были маленькие, мы ходили, а сейчас дети подросли, им это не нужно, а мы тоже не всегда можем выбраться, вот сейчас нас друзья вытащили, и мы поехали вот в дистиллерии, и в Даунтаун, посмотреть, что как украшено к Новому году, кстати, возле Мэрии елки еще не было, вернее, она стояла, но она была еще не украшена, обычно там еще заливают каток, но пока еще не было залит, я думала, не будут заливать в этом году, но, в принципе, я потом видела в новостях, что каток залили, и можно кататься, я думала, что все это закроют, прикроют, но, тем не менее, елку поставили, украсили, и каток залили, несмотря на локдаун, а вот эти вот витрины, они привлекают очень много людей, к себе с детьми приходят, все фотографируются, конечно, это такой лендмарк города Торонто, на самом деле, идея содрана с известных витрин крисмасных магазинов Мэйсис в Нью-Йорке, мы пытаемся повторить, в общем-то, немножко бледная копия получается, потому что витрины Мэйсиса я видела, новогодние, вернее, рождественские, а то, что у нас делают, это как бы, ну, в общем, бледное подобие. Дальше мы отправились в главный центральный торонтовский шоппинг-центр, называется Итан-центр, и там тоже все украшено, конечно, вот такая стоит красная елка, много лет там ставили елку, все увешанные кристаллами Сваровски, потом стали ставить елку вот такую вот красную, я даже не знаю, что это, просто лампочки или еще там тоже сделано, ну, было достаточно мало людей, ну, вот, люди есть, конечно, но было мало, потому что это был последний выходной перед локдауном, то есть в понедельник этот шоппинг-центр закрывался, а это была суббота перед закрытием, и я, честно говоря, думала, что там будет не протолкнуться, и яблоко нигде упасть, но нет, народ было мало, магазины стояли пустые, может быть, было поздно уже вечером, но тем не менее, вот, ну, мое удивление, не было так много людей, не знаю, возможно, люди передумали покупать подарки, а это уже Данда Сквер, это центральная площадь Торонто, даунтаун Торонто, тоже очень напоминает всем известную Тайм Сквер в Нью-Йорке, ну, в общем, вы понимаете, да, тоже немножко такая бледноватая копия, если вы видели Тайм Сквер, то вы понимаете, что наша Данда Сквер, она как бы пытается повторить, тоже лапочки огни витрины, все горит, переливается и сверкает, но, конечно, это все так немножко провинциально, и таким, знаете, как, знаете, плохой брат-близнец, но, тем не менее, вот, Канада пытается изо всех сил и пытается быть похожей на Америку в некотором смысле, и, в общем, мы перенимаем культурные традиции, тем не менее, люблю очень город Торонто, прекрасный, красивый город, вот я вам немножко сняла улицы, мы с Данда Сквер мы поехали домой, на самом деле, там тоже обычно ставят елку, в этот раз елки не было, не знаю, или еще было рано, или вообще ставить не будут в этом году, что очень печально, конечно, но что поделать, едем мы домой, и тут еще по дороге я вот пыталась заснять Сиэн Тауэр, это самая высокая наша башня, это самая известная достопримечательность Торонто, но получилось только шпиль, только игла торчит в небо, а сам вот этот верх, верхушка этой самой башни не попала у меня в кадр, и рядом это Роджерс Центр, это тоже очень известное здание в Торонто, в общем, в самом таком туристическом месте, рядом с Сиэн Тауэр, все знают ее, так сказать, контур этого здания, это известное здание, концертный, в общем-то, концертный зал, и все, дальше уже вот пошли жилые дома, жилые районы, и мы отправляемся домой, надеюсь, что вам понравилась моя экскурсия, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы получили какое-то представление о городе Торонто, и о том, как он украшен к празднику Рождество, и о том, как вообще украшают в Канаде города к Рождеству, увидимся в следующем видео, всех люблю, целую, пока-пока-бай!